Вообще считаю, что нужно делать то, что нравится. Если бы не нравилось, наверное, я не делаю, наверное, это бы и не получалось. Я телеведущий и стилист. Интересно преподнести зрителю свое какое-то видение правильно в камеру, да, и познакомить, может быть, с какой-то новым интересным продуктами, дизайнерами или поездками. Если мы говорим о съемках программы непосредственно «Модное утро», есть разница. Мы снимаем все-таки больше посвященной одежде или какой-то другой продукции. Одно дело, это стилистический взгляд, когда приглашается человек на переодевание конкретное, а другое, это когда идет непосредственное знакомство с конкретным магазином или с брендом. Cube. На самом деле мы познакомились много лет назад с моей ассистенткой, если на сегодняшний день это и партнер мой по работе, Светлана Погуреева, с которой мы делаем и различные шоу, и в какой-то момент мы решили, что хотим показать свое видение моды, то есть не рассчитанное на то, чтобы с кем-то конкретно конкурировать. Идея у нас на самом деле сформировалась очень быстро, и у нас в какой-то момент был просто чуть-чуть побольше времени, и мы решили создать бренд Cube и та идея, что все трансформируется. Может быть идея не настолько новая, но мы решили делать вот именно межсезонные коллекции, которые будут отвечать и погодным условиям, и может быть каким-то праздникам. И успели показать и в Лондоне. Один из моих самых любимых городов, не только как именно модной индустрии, но и на самом деле какой-то энергетический заряд я получаю. Но в то же время и ты возвращаешься домой, и с этой энергетикой можно точно так же работать и здесь. Так как я являюсь организатором, в какой-то момент меня пригласили посмотреть шоу, как это проходит. И на сегодняшний день уже несколько дизайнеров, которые мы смогли и показать в Лондоне. Я хотел всегда жить не только с красивым видом, но и действительно в самом-самом центре города. Мне всегда было интересно, чтобы это был панорамный вид такого, как будто Нью-Йорка. Я нашел тот самый вид, который меня как бы с одной стороны очень сильно как будто будоражит к действию, к работе. Говорим о чертах характера. Может быть и многим это присущи перфекционизм. То есть во всем должно быть все идеально и вылизано. Это и проявляется и в работе. Если уже начинаешь что-то делать, какие-то съемки, то от начала до конца должно быть все идеально закончено. На самом деле терпения у меня нет. Только, наверное, с течением времени, с годами вырабатывается уже такая профессиональная, может быть, этика или политика поведения. Сейчас как я, так и Светлана, с кем я работаю, мы находимся на стадии вот этого взлета. Мне нравится, что я на телевидении. Мне нравится. Мы продолжаем в этом развиваться и какие-то более большие проекты. Мне нравится, что мы открыли Кьюб и показывали. Мне нравится, что люди стали интересоваться. Показали в Лондоне коллекцию. Хорошо, что нас заметили. Нужно было послать фотографии, нужно было послать описание. И тогда рассмотрели и сказали, вау, классно, давайте пробовать. То есть я говорю даже про то, что главный любой взлет должен сопровождаться в самолете. Нету топлива, вообще не будет взлет. Вот это топливо и есть мы сами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!